Субтитры сделал DimaTorzok Вот, довольно интересненько. Тогда давайте загружать историю. Глава четвертая. Они существуют. Виктор, прошу, не надо. Его клыки касались тонкой руки Мии. О, боже мой. Не надо нас есть. Не надо. Мне. Он медлил, не кусая ее. Трудно сдерживаться. Это мне просто снится. Ну да, конечно. Это не сон. Нужно спасаться. Нужно срочно проснуться. А, ну как бы... Конечно, давайте потратим. А то вдруг там что-то очень важное. Отчаяние придало девушке сил. Она дотянулась до кочерги. Использовать. И дважды ударила ею Виктора по лицу. Брызнула кровь. Виктор коснулся длинной раны. О, боже мой. Он отнял кочергу, отшвырнул в сторону. Да не надо нас есть. Что? Не надо больше так делать. Его раны затягивались прямо на глазах. Это мне хоть и неприятно, но для тебя бесполезно. Прости, прости, я... Все, Мия, все. На красивом лице Виктора не было и следа от удара кочергой. Ты молодец, не волнуйся. Он отпустил девушку. Черт! Твоя кровь! Виктор говорил с трудом, будто ему приходилось проталкивать слова через горло. Что я делаю? Словно новообращенный, даже стыдно. А сколько ему лет, блин? Мне даже интересно. Никогда бы себе не простил. Прости. Сядь. Нормально так. Прости, сядь. Давай с тобой поговорим. Виктор усадил Мию в кресло. Он весь напряг, сажал кулаки и закрыл глаза. Кто ты? Он не ответил, отошел, открыл окно, впуская в дом ночную прохладу. Да, кто ты? Расскажи-ка нам. Этого не может быть. Это сон. Твоя рана на руке. Днем в машине. И сейчас я слишком долго рядом. Запах близкой крови не способствует самоконтролю. Но, кажется, я уже в норме. Кто ты? Вампир, дорогая моя. Виктор медленно повернулся. Я тот, кто может жить вечно. Ммм, да. Тот, чье время от заката до рассвета. Тот, в чьих венах давно течет чужая кровь. Нет, нет. Ты сама знаешь, кто я такой. Это невозможно. Это возможно, Мия. Блин. Как видишь, возможно. Ты убьешь меня? Нет, Мия. Ну, хоть так. Виктор сделал два шага к ней. Девушка вжала голову в плечи. Не бойся, черт, это глупо звучит. Да, очень. Как ты можешь не бояться? После такого, что ты чуть ли нас не съел. Действительно, как нам не бояться? Он не стал подходить ближе. Ты увидела монстра и, конечно, боишься. Но поверь, я не трону тебя. Я уже пришел в себя. Я была в шоке. Она не знала, что делать, что говорить. Постарайся успокоиться. Послушай меня. Я был неосторожен. Он раскрылся перед тобой. Но ты же понимаешь, что не должна никому об этом рассказывать. Иначе подвергнешь опасности и себя, и того, кому расскажешь. И дело тут не во мне. Есть и другие вампиры. Мия! Что? Ты слышала меня? Да. Отпусти меня, пожалуйста. Путь дипломатии. Виктор несколько секунд о чем-то думал, лишь потом ответил. Конечно, я не стану тебя задерживать. Только вызову тебе такси. Ладно, хоть отпустил. Да уж. Билли, алло. Надеюсь, ты звонишь сказать, что все сделал. Нет, прости, но я все исправлю. Это же так просто прикончить одну единственную девчонку. Как ты сумел облажаться? Прости меня, Билли. Дай мне немного денег, мне нужен врач. Но мне нельзя в больницу. Она что, ранила тебя? Фредерит, ты кретин. Ей просто повезло. Ладно, деньги будут. Капец, так он реально нас хотел убить? Спасибо, спасибо, Билли. Заткнись и запомни. Если ты надеешься стать одним из нас, то сделай все безупречно. Так он... Так, подождите. Получается, вот этот Билли, да, и его вот эта подружка ненормальная, которая нас тоже хотела убить. Блин, четвертая серия, нас уже все хотят убить и съесть. Вот, короче. Вот этот Билли и его подружка, они, получается, тоже вампиры. И этот Фредерик, получается, захотел нас... Точнее, ему сказали, чтобы он нас убил. И тогда мы тебя сделаем вампиром? Серьезно? Капец. Интересно. Всю дорогу от дома Виктора Мия пребывала в каком-то ступоре. Мозг отказывался воспринимать случившееся как реальность. Но как только девушка оказалась одна на ночной улице, вернулся страх. Меня чуть не убил вампир. Настоящий вампир! А перед тем напал псих из старого дома. Она стала озираться и сматриваться в темноту. Но, кажется, поблизости никого не было. Как меня угораздило! Во что я впуталась? Что теперь делать? Ну, чё. Даже не знаю, честно говоря. Нет никаких предположений. В колледже было тихо по ночному времени. Меня стали пугать пустые коридоры и лестницы. Вдруг Мия вспомнила слова Виктора. Есть и другие вампиры. О, ну да. Они существуют. И их нужно бояться. Триш еще не было. В другое время Мия заволновалась бы, куда запропастилась подруга. Но сейчас все мысли были лишь об одном. Виктор-вампир. Он был на тусовке, называвшейся Маскарад вампиров. Могли там быть еще вампиры? Могли. Хозяин дома человек. Он решил меня убить после того, как я избежала. За что? Девушка легла на кровать. Дело в том, что я задавала вопросы от тех, кто организовал маскарад. Других причин я не вижу. Значит, хозяин старого дома прикрывает вампиров. Не Виктора, а тех самых, других. И тут пазл в голове Мии сложился до конца. Странная парочка в черной и красной масках. Они тоже вампиры. Мия еще долго думала обо всем, что с ней произошло за последнее время. Но на рассвете усталость и стресс давали о себе знать. Ну, о чем я только что вам и сказала. Когда Мия проснулась, Триши по-прежнему не было. Надо ей позвонить. Но смартфона-то у меня нет. Тут Мия вспомнила вчерашний день. Это не было сном. А вдруг нашу Тришу тоже вампир съела? Надеюсь, нет. Бинт на руке, тому доказательство. Девушка встала. Неплохо бы принять душ и переодеться. Потом зайду к соседкам, возьму телефон. Через полчаса Мия возвращалась по коридору из душа. Подошла к комнате соседок. Хотела постучать. Но вдруг услышала из-за двери приглушенные голоса. Серьезно? Договорю тебе, она плакала. Триша и слезы. Я в шоке. Мия покачала головой. Триша плакала. Только этого мне сейчас и не хватало. Ну, во всяком случае, живая вернулась. А вот где? Триша? Привет. Привет. Ой, бедненькая, что с рукой? Да так, упала ерунда. То, что Триша расстроена, Мия увидела сразу. Но глаза у подруги были уже сухие и макияж в порядке. Меган могла и приврать насчет слез. Ты сама грустная. Что случилось? Тед, натуральный. И она добавила весьма крепкое слово, что случалось лишь, когда Триша была в бешенстве. Ну-ка, рассказывай, в чем дело? Мия присела рядом, приобняла подругу. На ее кровати лежали мокрые платки. Похоже, Триша все же плакала. Да блин, представляешь? Странное дело, но обычные житейские проблемы подруги помогли Мии отвлечься от ее мистических и очень даже опасных для жизни приключений. Я гуляла с новым парнем. Джон милый, веселый. Вдруг появился Тед и устроил сцену ревности. Наехал на Джона. В общем, кошмар. Блин, но бывают же такие люди, что прямо не отстают от человека. Вот чтоб прицепились. А что это, Джон? Сказал, что у меня шизанутый знакомый ушел. И чего переживать? Зачем тебе парень, который боится бывшего? Да не в Джоне дело. Тед следил за мной. Он вообще с катушек слетел. Что мне делать? Ну, во-первых... Не заслуживает ли Тед еще одного шанса? Конечно, нет. Не переживай за этого, дурака Теду, да. Он тебя не достоин. Было бы из-за кого грустить. Да за тобой такие толпами стелятся даже лучше. Ты же не будешь из-за него плакать. Еще чего. Вот и молодец. А что во-вторых? Как от него отвязаться? Я вижу только один вариант. У тебя номер Эштона есть? Путь дипломатии. Да, тебе скинуть. Я смартфон потеряла. Блин, неприятность. Будем новый выбирать. С Тедом разберемся сперва? Ну, ага, держи. Я скоро. И что же она хочет сделать, я не поняла. Поговорить с ним? Мия вышла в коридор и нашла номер Эштона. Звонок Эштону отразится на истории в дальнейшем? Что, мы типа ему понравились с первой серии, но вроде он к нам подкатывал. И, ну что, парочка ее, что? Ладно, это Мия. Мия, с Тришей все нормально? Да, просто я без телефона. Чем могу помочь? Надо отводить от Триш одного парня. Здоровый. Эштон, ты в своем уме? Думаешь, я могу попросить избить человека? Ну, а что тогда? Я не знаю, придумай что-нибудь, поговори с ним, что ли. Насчет? Скажи, что ты ее новый парень, что у вас все серьезно. Но мне надо придумать, как двум парням решить проблему. Ладно, кто такой хоть? Я тебе его номер скину. Зовут Тед. Только, Эштон, я тебя умоляю, без грубости. Да понял я, понял. Напомни Мия, почему я это делаю? Ты отзывчивый. Девушке, которой ты достанешься, очень повезет. Угу, пока. Пока, спасибо. Действительно, зачем он это должен делать? И как? Надеюсь, все будет нормально. А я как надеюсь? Спасибо. Да, без проблем. Следующую половину дня подруги смотрели, какую модель смартфона стоило бы купить Мии. Давайте выберем телефон. Затем Триша спросила у Мии про журнал «Сверхъестественное сегодня». Ты собираешься в редакцию? Они же тебе деньги должны. Собираюсь. Если нормально заплатят, то, может, и на смартфон хватит. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Вот. Так. О, бусы. Черные бусики, дорогие бусы. А, тут типа или так, или так. Ну, ладненько. Просто без вариантов, ладно. Какие классные, Триша, они же дорогие. Ну, что я? Не могу подруге приятно сделать. А денешь навстречу? Конечно. Подарку Мии была рада, но напоминание о журнале заставило ее думать о вампирах, про которых она собиралась писать статью. Теперь не может и речи идти о том, чтобы писать на основе того, что я выяснила. И что мы будем делать тогда? С наступлением темноты вновь стало страшно. Психопат знает, где я живу, но его на территорию колледжа не пустит охрана. А вот будет ли охрана преградой для вампиров? Что, если они решат убить меня собственноручно? Девушка стала думать, как спасти свою жизнь. Вряд ли стоит рассчитывать на Виктора. Мия вспомнила свои чувства, испытанные при поцелуе с ним. И в глазах появились слезы. Лучший из парней казался монстром. Да не так все плохо. Я думаю, что с ним идет как бы главная ветка любовная. Но на обложке был еще один парень. Где он? Он мне нравится. Но пока мы будем с вампиром. Вроде не такой уж плохой. Поэтому ладненько. Конечно, он меня спас на маскараде и потом раненую подобрал на улице. Если бы не Виктор, я бы уже была мертва. И ничего бы не узнала о вампирах. Свою тайну они оберегают хорошо. Но потом Виктор сам же меня едва не убил. Значит, нужно выкручиваться самой. Но что я могу? Заявить в полицию на психа с ножом? Проверить таки клуб вкусной чудавати? Допустим, он имеет к вампирам какое-то отношение. В этом случае туда так просто не зайдешь. Но даже если я туда попаду, смогу ли я оттуда выйти? Там-то меня уж точно убьют. Вдруг у Мии созрел план, давший слабую надежду. Никто не знает, что я связалась с журналом. Я напишу статью под другим именем. Возьму псевдоним. Если описать маскарад и достоверные детали, то вампиром может стать не до меня. Утечка информации в прессу — это же куда серьезнее, чем какая-то девушка, которая ничего не видела. Блин, ну это очень рисково. А если они узнают, что... Ну мы же возьмем псевдоним. А если вампиры узнают, что это мы написали, так они нас вообще сразу же убьют? Тут забрежившее было надежда немного угасла. Ну тогда они могут прийти за автором статьи. Вот, о чем я и говорю. Мне одинаково не хочется умирать под любым именем. Впрочем, решение Мия нашла сразу же. Надо указать статье, что информация получена по почте от неизвестного. И пусть ищут этого неизвестного. Тем более мистер Бо говорил, что в редакции не нужно сидеть постоянно. Хитро. Буду появляться там как можно реже, чтобы не попасть на глаза возможным наблюдателям. И какой мы псевдоним возьмем? Девушка понимала, что не уснет, не позволит адреналин. Как же мне страшно, кто бы знал. Но, держу паре, еще никому из журналистов не попадал в руки такой материал. Мия включила ноутбук. И Виктора можно упомянуть. Без имени, конечно. Любой намек на то, что информатора сам вампир может еще дальше увести от меня преследователей. Это стоило хорошо обдумать. Пожалуй. Надо. Блин. Я думаю сделать акцент на маскарад и старый дом. Потому что, если мы сделаем на Викторе акцент, то... Нет, давайте на старый дом и маскарад. Во-первых, пусть хозяин дома сильнее понервничает. А во-вторых, стильные вампиры, изысканные вина и свечи. Это и читателю должно быть интересно. Проявился у Мии выдающийся талант, или ее подстегивал страх, но так или иначе, к утру статья была уже готова. Блин, как это все запутанно, но интересно. Блин. Что, мы сейчас в редакцию пойдем? Да, мы в редакции. Около полудня Мия была в редакции журнала «Сверхъестественное сегодня». Добрый день. Добрый. А ты, наверное, Мия? Да. Я Камила, редактор и немножко секретарь. О, восходящая звезда на небосклоне журналистики. Привет. Как статья? Готова. Ух ты, так быстро! Не, не обращай на него внимания. Да я и не стараюсь обращаться на него внимания. А Луис единственная вредина в нашем добром и пушистом коллективе. Ясно. А мистер Боу здесь? Скоро будет. Дашь прочитать статью? Делать этого не хотелось, но Мия не нашла объективных причин отказывать. Хорошо. Вот флешка. Садись, подожди, а я тебе чая налью. Мия прошла за свой стол. Камила, видела, какой стол ей дали? Да что ты прицепился к этому столу? Не завидуй. Вот именно, хватит завидовать. Бесишь уже. Мия, держи чай. У меня правда, у меня уже выбешивает этот Луис. Убейте его, пожалуйста, или я не знаю. Увольте. Не знаю, не знаю. Спасибо. А вот и Тревор, наш основной журналист. Всем привет. Так, приветик. Мы с тобой еще не виделись. Мия очень приятно. Пришла отнимать мой хлеб. Шутка. Очень смешно. Эй, бро, не хочешь почитать ее творение? Мия поняла, что язвительных комментариев не избежать. Интуиция не подвела. Через несколько минут вредный Луис высказался о статье. Как можно было такое выдумать? Старый страшный дом – это как-то избито, только гробов не хватает. Мия, ты уж прости, но это чушь. Я бы назвал этот жанр мелодраматичный хоррор. Путь дипломатии. Камила, можно оставить флешку? Передашь мистер Боу, когда он придет? Без проблем. Ты что, обиделась? Да я с тобой не разговариваю. Луис, ты никогда не пробовал быть деликатнее. Даже если ты прав, то так подавать свое мнение – не лучшая идея. Ты провоцируешь конфликт, я лучше вернусь позже. Луис, конечно, хам, но статья действительно слабовата. Блин, мне что, нужно было на вампире-информаторе делать акцент? Извини, Мия, может быть, из-за нехватки опыта? Ладно, я поняла, еще увидимся. Выходя из редакции, Мия услышала слова Камилы. «Ну зачем вы так жестко? Тревор, ну ты-то!» «Ну блин, ну ладно, что поделать?» «Блин, завидуют, что ли?» «Ну это ерунда. Вопрос в том, стоит ли мне показываться на улице». Мия огляделась по сторонам, высматривая психа, вооруженного ножом. «Да уж, все это не идет нервам на пользу». «Мия, а ты чего на улице?» «Саймон, привет!» «У тебя очень добрые коллеги!» Я поругалась с Луисом, решила не обострять. «Он тебя обидел?» «Может, мне стоило бы с ним поговорить?» «Да, поговори с ним». «Нет, ну его!» «Я голодная, тут поблизости есть кафе или что-то вроде». «Конечно, идем!» «Так, а что с твоим журналистским расследованием?» «Сначала кофе!» Мия задумалась, о чем можно рассказать Саймону. «Пожалуй, лучше ничего не говорить». «Да, лучше ничего не говорить». К вечеру Мия и Саймон вернулись в редакцию. Мистер Боу, как оказалось, уже ждал их. Владелец журнала пригласил всех выслушать объявления. «Друзья, с радостью сообщаю, что мы нашли хорошего журналиста на свободное место. Слово за ним, точнее, за ней». «Это мы?» «Видите, не так все плохо, блин. Все посмотрели на Мию, Тревор и Камила с любопытством». «Луис неприязнен, ну, конечно». Саймон ей улыбнулся и подмигнул. «Мия, что ты думаешь о работе в нашем сверхъестественном сегодня?» «Я... да, я согласна». «Отлично, значит, договорились». «Думаю, ясно, что твоя статья мне очень понравилась». «Да, ясно. Атмосфера на маскараде описана удачно. Я ощутил нависшую угрозу. Ну и вообще вампиры, вроде бы и обычные, опасные и прекрасные. Но при этом я почувствовал в них изюминку, особенность». «Спасибо. А когда вы меня напечатаете?» «В ближайшем номере». «Мистер Боу, можно просьбу?» «Да, слушаю». «Я хотела бы взять псевдоним». «Без проблем. Напиши мне его». «Блин, я не знаю, ребята, какой псевдоним брать. Давайте, что ли, в интернете посмотрю, какие там можно взять нормальные». «Итак, я искала что-то из резряда красивые ники. Потом я решила поискать название городов, потому что просто, не знаю, захотелось. И, в общем-то, смотрела-смотрела и нашла такой город Калифорнию в США. Он достаточно популярен. Хотя я искала очень такие забытые города, которые непонятные названия и очень какие-то загадочные. Но мне так понравился этот город, что я просто хочу, чтобы наш ник был под этим городом, под названием города. Калифорния. «Я бы написала это, конечно же, может быть, и на английском, но на русском просто так быстрее будет читаться. Ну и всё. Ага, понял. Мне нравится. Сделай, Мия. А теперь идите все сюда. Вот так вот и. Кое-кто хочет извиниться перед тобой. Собственно, да, извини. Мия, не держи зла. Дразнить новеньких – это же традиция. Да, очень классная традиция. Вот очень. Спасибо. Предлагаю отметить пополнение наших рядов чаем и тортиком. Предложение всеми было встречено радостно. Даже Луз до конца вечера не ворчал и не провоцировал Мию. Хоть за это спасибо. Когда стало уже совсем поздно, все стали собираться домой. Тревор, а ты почему не спешишь уходить? Да так, потерял кое-что. Ясно. Ну, давай помогу. Спасибо. Неожиданно. Выбор повлиял на отношения с Тревором. Мы же коллеги. Что потерял? Планшет. Вот такого размера примерно. А Луз не мог пошутить? Мог, но уже бы признался. Блин, у меня там куча нужной инфы. Вот что. Вспомни еще раз, где я мог его оставить. Давай, не теряя времени, просто перервим все вокруг. Ну, вспомни, может, ты его оставил где-то. Шаг за шагом. Куда ты подходил в редакции? Да я везде был. И уже везде искал. А точно ты с ним пришел? Как бы... Да, я мистер Боу на нем заметки показывал. Прости, а в уборной? Проверил. Пусто. А когда торт ели, никуда не отходил? Нет, я торт из холодильника достал и потом все время тут был. А торт нес в одной руке? В двух. Иди в холодильник проверь. Он что, в холодильник свой планшет? Так и есть, планшет в холодильнике. Капец. Спасибо, ты мне очень помогла. Обращайся. Ты меня просто спасла. И я твой должник. Еще раз прошу прости за то, что говорила твоя статья. На самом деле она крутая. Блин, я вел себя как дурак. Да ладно, проехали. Если я смогу чем-то помочь, буду рад. Теперь вы можете рассчитывать на поддержку Тревора. О, это хорошо. Пора было отправляться домой. Надеюсь, там меня еще не ждут вампиры. Ну, кто его знает. Так, это что, это где? Боюсь, наш Фредерик опять не справится. Зачем обращать такого придурка? Обращать ты шутишь? Я и не собирался. Фредерик просто был полезен какое-то время. И его дом отлично подошел для маскарада. Надо же было куда-то еду приглашать. Офигеть. Понятно. Дэйв. Господи, это еще кто? Да. Наверное, придется тебе заняться этой девчонкой. Без проблем, Билли. Ты же знаешь, я всегда буду рад. Ну и лицо у него, конечно, сейчас было. Жесть. Где ее искать? Стелла знает. Выследила ее после маскарада. Да зачем вы хотите нас убить? Просто зачем? Малыш, а разреши мне? Нет, ты не осторожно. Не хочу, чтобы остались какие-то следы. Я поехал. Ты понял? Не наследи. Да понял я, понял. Блин. Нас сейчас опять будут пытаться убить. Мия подходила к воротам, ведущим на территорию колледжа. Кажется, никого. Из-за угла повернул незнакомый автомобиль. Быстро приблизился. Взвизгнув тормозами, он резко остановился прямо перед Мией. Это кто сейчас был? Блин. Это вот этот, который... Дэйв или как его сейчас звали? Я просто сейчас буду продолжать сразу проходить историю дальше. Потому что мне безумно интересно, что там дальше. Итак, что мы сегодня получили? Плюс одну стойкость. Ну да ладно, ничего такого страшного. Плюс три дипломатии, плюс алмазы. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. А если это так, то ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети. Мне будет очень приятно, если вы еще прокомментируете это видео. Вот. Ну а с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.